Наконец-то цены на видеокарты снизились до относительно разумного уровня и уже не являются непреодолимой преградой для геймеров. Да и с доступностью все стало куда лучше. Тут можно пожалеть только бедных майнеров, которые как бешеные скупали все видеокарты с полок по оверпрайсу и в итоге не смогли окупиться после обвала биткоина. В этом видео мы выбираем лучшие видеокарты по ценовым сегментам, исходя из тестов производительности и текущих рыночных цен. Сегодня мы выберем лучшие видеокарты по соотношению цены и качества. Начнем, пожалуй, с минимального бюджета, а именно с видеокарт до 25 тысяч рублей. Лучшее в этой категории это, конечно же, MSI GTX 1660 Super, а конкретнее версия Ventus XS OS. Если что, OS означает оверклокинг, то бишь уже разогнанная видеокарта. Это отличный бюджетный вариант, который позволяет поиграть на высоких настройках качества графики в разрешении Full HD. Карта имеет очень эффективный кулер с двумя вентиляторами, а шум от видеокарты почти не слышно, по сути она работает бесшумно. Собственная память 6 гигабайт работает на частоте 14 тысяч, а процессор на частоте от полутора до 1800. Максимальный показатель, конечно же, достигается в режиме Boost. Видеокарта позволяет одновременно подключить 4 монитора, а для установки карты понадобится 2 свободных слота. Разрядность шины видеопамяти составляет 192 бит, а максимальное ее разрешение изображения 8К. Теперь переходим к околосредней ценовой категории, а конкретно до 50 тысяч рублей. Среди своих конкурентов выигрывает Polit GeForce RTX 3060 Ti. Без включения RT, ускоритель 3060 Ti может обеспечить комфорт в разрешении Quad HD при максимальных настройках графики. В ряде игр можно замахнуться, конечно же, и на 4К, но в некоторых играх, наоборот, придется снизить качество или включить в игре поддержку DLSS. Объема памяти 8 ГБ должно хватить на длительную перспективу, а что касается трассировки лучей, то, разумеется, GeForce RTX 3060 Ti реализует в соответствующих играх все преимущества поддержки DLSS. И для того же разрешения Quad HD производительность при активации DLSS является достаточной. Ко всем достоинствам можно еще добавить относительно компактные размеры карты, позволяющие использовать ее в небольших корпусах. Также температура графического ядра с таким кулером не поднимается выше 70 градусов. Теперь мы дошли до средней ценовой категории, а конкретно видеокарты до 75 тысяч рублей. В этом списке бесспорно выигрывает гигабайт Radeon RX 6800 XT. Если вы предпочитаете игры без трассировки лучей, то Radic легко потянет максимальное качество графики в разрешении 4К. Если говорить про игры с трассировкой лучей, то в них Radic выступает в лучшем случае на уровне GeForce RTX 3060 Ti. И подходит для игры с максимальным качеством графики лишь в Quad HD. Однако включение технологии FSR, если игра это поддерживает, позволяет поднять производительность уже до уровня GeForce RTX 3070 Ti. У карты гигабайт превосходная система питания, а ручной разгон дает вполне серьезный результат. До 6-7% прироста производительности. Также система питания гарантирует высокую стабильность работы, и в режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 74 градусов, а шум вырастал до 34. Размеры карты вполне стандартные, и она залезет в любой корпус. Теперь мы приближаемся к почти самым дорогим видеокартам, а конкретнее из категории до 100 тысяч рублей. Среди своих конкурентов выигрывает, конечно же, GeForce RTX 3080 на 10 гигабайт памяти. 3080 в целом предназначен для игры в разрешении 4К при использовании максимальных настроек качества, а с технологией DLSS поднимет ваш FPS просто в космос. У данного ускорителя очень привлекательный внешний вид и завораживающая подсветка. Конечно, карта крупная и тяжелая, занимает ширину целых 3 слота и весит 1,5 килограмма. Под максимальной нагрузкой температура ядра достигала лишь 70 градусов, а температура памяти 82. Ну и шум у нее довольно высокий. Теперь переходим к самым жирным и дорогим видеокарточкам, а конкретнее из категории от 100 тысяч рублей. В эту ценовую категорию могла попасть RTX 4090. Для того, чтобы понять, почему ее нет в этом видео, просто посмотрите наш прошлый ролик. В самом дорогом ценовом сегменте выигрывает MSI GeForce RTX 3090 Supreme на 24 гигабайта памяти. Такие ускорители с мощной и громоздкой системой охлаждения предназначены для тех, кто планирует играть в разрешении 4К. И не абы как, а при максимальных настройках качества. В некоторых играх редкие владельцы 8К телевизоров смогут порадоваться картинке и в сверхвысоком разрешении. MSI RTX 3090 в среднем демонстрирует производительность на 6% выше, чем референс-карты. Лимит потребления можно поднять до 108%, что позволит вам достичь частот 2085 МГц по ядру и 21140 МГц по памяти. В результате чего прирост в играх в разрешении 4К составил целых 9% относительно NVIDIA GeForce RTX 3090 FE. Но энергопотребление выросло до 450 Вт. Под максимальной нагрузкой температура достигала лишь 72 градусов, но при всем при этом она слишком громкая. А за такие деньги с карты идут коврик для мыши и подставка в корпус. Также нельзя не заметить, что она выглядит достаточно стильно и имеет приятную подсветку. Что за такие деньги являются, конечно же, небольшим, но все-таки плюсом. Ну и абсолютный лидер по соотношению цены и качества это, конечно же, Radeon RX 6700 XT на 12 ГБ памяти. Тесты от других пользователей показали, что Radeon H относится к числу очень производительных ускорителей. А конкретно на уровне RTX 3070 и 3060 Ti. Повышение частоты карты позволило ей даже обойти GeForce RTX 3070 в играх без трассировки лучей. Это разрешение позволяет комфортно играть в разрешении Quad HD при максимальных настройках графики. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Обязательно пишите свое мнение в комментариях, а также не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. А чтобы не заскучать, смотрите другие наши ролики по этой теме. Всем спасибо, всем пока!